Друзья, здравствуйте все пренепременно! Помню, 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 что я обещала вам рассказывать о препаратах, об удобрениях и тому подобных вкусняшках, которые я применяю на своем участке, как на розах, так и на овощах. Вы видели, что у меня здоровые розочки, что они прекрасно себя чувствуют и в жару, и не так уж много вредителей, то есть сказать там, чтобы я на что-то жалуюсь, нет, все отлично. Я не забыла о своем обещании и, конечно же, хочу вам рассказать о препаратах, но, понимаете, YouTube это дело неблагодарное. Я смотрю своих друзей-блогеров, честно сказать, по-другим и не хожу, нет желания большого, да и времени сейчас у меня мало. Меня очень обижают, меня обижают люди, которые обижают моих друзей. Кому-то не нравится голос, кому-то не нравятся руки, понимаете? А если я начну говорить о препаратах и удобрениях, естественно, многим что-то будет тоже не нравиться, а мне это неприятно. Я рассказывать хочу о своем опыте и делиться с вами, потому что не учить, а брать на заметку то, что использую я в своем саду. Абсолютно не хочется учить, ознакомить вас с препаратами и удобрениями. У меня сейчас появилась возможность, я уже говорила, я повторюсь, что сейчас я нахожусь среди многих-многих удобрений и препаратов, которые использую, пробую, экспериментирую на своем участке. И появилось очень много различных интересных вкусняшек, ну я их так называю, которые помогают нам сэкономить даже на удобрениях. То есть не сыпать мешками под корень, а добавив буквально несколько миллилитров в одну обработку, регулировать и рост, и увеличение бутона, несмотря на жару, к примеру. Уплотнение листа, что говорит о том, то есть как бы не то, чтобы говорит, а то, что листу дает это большую защиту, потому что идут дожди, веет, в общем суховей поднимается, там жара или наоборот резкие похолодания, какие-то перепады, растения начинают заболевать. Конечно же, от этого никто не застрахован на все 100%, как не застрахован и от этого злосчастного трипса. Вот, но продолжу немножечко в защиту своих друзей, блогеров. Вот смотрите, допустим, мы говорим вам о каком-то препарате или о сорте, или вообще просто о розе рассказываем, или просто проходим мимо и говорим, вот это такой-то сорт. И ведь понимаете, в комментариях мы читаем, а как называется эта роза? А вы посмотрите видео до конца, хорошо, не до конца, вы хотя бы слушаете то, что вам говорят. Но я, конечно, не могу сказать такого обо всех, но бывают даже, знаете, руки, руки не нравятся. Не нравятся руки, не нравится голос. Господи, да если не нравится, проходите мимо. Мне, конечно, таких замечаний не делали. Да, кому-то не нравится мой голос, кому-то кажется, что я слишком нудно говорю. Но, знаете, вот я не джентльмен, но я готова целовать. Вот те ручки, которые делают вот такую большую работу, такой труд на своем участке, со своими розами. А ведь это немало работы. Это, мама, не горюй, понимаете, у каждого есть семья, работа, какие-то другие еще заботы, хлопоты. И бывает плохое настроение, а мы берем и делаем ролики. Да, в кадр попала рука. Боже ты мой, какой кошмар! А рука-то, оказывается, пожила немного. А рука-то, оказывается, работала. А там маникюр какой-то не соответствует, наверное, какому-то регламенту. Уж извините меня. А вы сюда на руки пришли смотреть, голос слушать? Или узнать информацию, которая вас интересует? О сорте розы. Понимаете, ну, не у меня в одной возникает желание выпустить специально ролик о том, как пользоваться Ютубом. О том, как узнавать, допустим, из какого региона исходит данная информация в ролике. Есть описание под роликом. Не многие знают, что существует кнопочка, которую стоит пальчиком нажать, и вы увидите какие-то подробности о ролике. Не всегда такое бывает, соглашусь. А есть в шапке ролика, в шапке, вернее, канала. Это описание канала, где указывается, как правило, регион человека, где он выращивает розы или какой-то садовый участок, то есть обозначается географически. Нет, 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 надо, понимаете, человека потревожить, вывести на эмоции, задать 200 раз вопрос, где вы живёте или какой это сорт розы, когда даже вы не потрудитесь посмотреть до конца. Я не обо всех говорю. Я говорю о тех, кто иногда пишет. Да, не каждый посмотрит мой ролик. Да, не все возмущённые люди якобы неправильным ведением канала увидят этот ролик. Но, может быть, когда-нибудь кто-нибудь всё-таки вспомнит себя. Понимаете, вот я блогер, да, не сильно большой у меня, мелкий блогер. У меня не так много подписчиков, но у моих друзей их очень много, тысячи. Им приходится отвечать на все комментарии, и мы рады вашим комментариям. Но бывают такие просто абсурдные вещи спрашивают. То есть не то, чтобы абсурдные, извините, а то, о чём уже говорилось. Я вот захожу на канал, незнакомый мне, я зайду в шапку, посмотрю, где человек проживает, в каком регионе. Я не смотрю на голос и руки, я смотрю на информацию. И я после того, как, допустим, возник у меня вопрос, и я после того, как не найду в гугле какой-то ответ, интересующий меня, вот тогда я напишу комментарий и спрошу по тревожи человека. Но я поздороваюсь прежде всего. Соблюдайте, пожалуйста, пожалуйста, какие-то вот, ну не знаю, меры приличия, уважения. Если не нравится канал, ну не надо писать гадости. Проходите мимо. Найдите себе того, кто вам поклонится и будет оправдываться. А мы работаем. У нас бывает маникюр не очень-то, не на 100, на 20%. У нас бывают руки в морщинах. У нас бывает возраст уже такой, что просто, ну, ручки немодельной внешности. А вот это надо ценить. Это годы этих садоводов. Это труды этих садоводов. Они показ на публику, понимаете? Ну, а теперь, собственно, хочу сказать о том, что я обещала. Извините, если я на эмоциях. Я бы не сказала, что накипела. Я за справедливость. А меня она преследует с детства, так скажем. Значит так, на ютубе я не буду говорить о препаратах. Если у кого возникнет желание, серьезное желание узнать о препаратах, узнать о схеме обработок, то есть вообще чем я пользуюсь, какие у меня есть секреты, а они у меня есть, я рекомендую вам проходить на мой дзен-канал. Ссылку я оставлю в описании под роликом или в закрепленном комментарии тоже под роликом. Я буду оставлять под всеми последующими роликами. Если, конечно, не забуду, извините, меня видео никуда не исчезают, их можно посмотреть, зайти снова и найти ссылку в дзен. И предлагаю вам просматривать то... Эти ролики в Яндекс.Дзене будут короткими, будут публикации просто, можно без видео, можно себе удобно делать скриншоты, какие-то пометки. Если кого-то заинтересует, вы можете у меня же их заказать. Существует гибкая система скидок. Все зависит от вашего аппетита, как говорится. Никого не принуждаю, не заставляю. Я консультирую людей, которые выращивают в большом количестве и овощи, и цветы. И без хвостовства скажу, что мне удается принести какую-то пользу для них. Потому что все препараты изучить просто невозможно, а я работаю в этой области. Поэтому, чтобы вы не искали, пожалуйста, заказывайте в интернете, как хотите, я вас знакомлю. Но думаю, что вам удобно будет заказать у меня. Почему? Потому что профессиональные препараты, они выпускаются, как правило, в больших упаковках, либо в больших канистрах, 5-литровых, 10-литровых. И стоят, соответственно, немало. Существует такое, что некоторые препараты мы делаем на разлив. То есть в более маленьких бутылочках по 50 мг, 100, 150, 200, 250. То есть разные бывают. Какой препарат и в какую бутылочку, это вы можете уточнить у меня, написав мне личное сообщение на WhatsApp. Свой номер телефона в Яндекс.Дзене я тоже оставлю. Вы можете писать. Там же я могу уточнить для вас какую-то информацию. И также я могу отсылать вам посылки. Вы можете собирать посылки у меня. И я вам отсылаю уже, так скажем, либо пачкой, либо поштучно. Помимо профессиональных препаратов и удобрений. А удобрений очень много, поверьте. И мы знаем не все. И мы как-то довольствуемся, ну так скажу, малым, несмотря на тот объем, который вам предлагают блогеры, которые говорят о том, чем они пользуются. На самом деле всего очень много. Пропиаренные марки какие-то, фирмы, они, конечно же, пользуются большей популярностью. Хочу сказать, что у меня есть доступ ко многим препаратам. Даже если вы привыкли использовать Тиавиджет, то есть такие вот по мелочи в маленьких обычных упаковочках, это тоже до кучки, без проблем, как бы можно будет вам сформировать такую посылочку и из этого. И есть еще, как говорила я, секретики, о которых тоже буду потихонечку рассказывать. И это может гораздо-гораздо вам облегчить ваш труд на участке и меньше переживать за погодные условия. Так что новинки не прекращают поступать. Хотите, узнавайте сами о препаратах, звоните мне. Ну, моя большая просьба, конечно, не звонить, а писать на WhatsApp, либо отсылать голосовые на WhatsApp, потому что я, честно говоря, очень занята. Вот. И мне проще прослушать сообщения, и либо я перезвоню, либо мы пообщаемся голосовыми сообщениями. Вы можете присылать мне список, чего вы хотите. Я вам сообщаю в личных сообщениях уже цена какая. Если вас все устраивает, я вам отправляю посылку в самое ближайшее время. В общем-то так. Прошу еще раз прощения за то, что я в последнее время не выпускаю ролики. У меня на самом деле большая сейчас нагрузка, но я должна выполнить, как говорится, свое обещание. И мне и самой-то хотелось поделиться с вами, потому что я все экспериментирую, экспериментирую, понимаете, и вижу результат. И я очень этим довольна. Такими, скажем, небольшими секретиками я делюсь и со своими друзьями, тоже с блогерами. Я думаю, тот, кто смотрит меня, постоянно знает о них. Все пока остаются довольны. Я за то, чтобы мир был красивым. Красивым, добрым, бескорыстным. И воспитанным, конечно же. Поэтому, друзья мои, с вами я не прощаюсь. По возможности, конечно, я всегда буду выпускать ролики и в Ютуб. Вот. Сейчас с небольшими перерывчиками. Сами понимаете, у меня и участок немаленький, мне нужно заниматься работой. Да и работа у меня новая. И постоянно на трех телефонах я и за компьютером, через интернет. Вот. Ну, а вам я предлагаю вот такую вот небольшую услугу. То есть, как бы, скажем так, без всяких накруток, без всяких процентов, которые я брала бы себе. У меня, конечно, не будет кодовых слов, не будет каких-то таких вот, как некоторые говорят, как же это называется, напишите кодовое слово, и вам будет скидка 10%. Нет, скидка может быть и 10, и 15, и 5%. Ну, на некоторые препараты совсем не будет. Эта процентная скидочка от меня, конечно же, не зависит. Я, как говорится, только посредник. Поэтому я вам говорю все как есть, а решение уже за вами. Так что переходите на Яндекс.Дзен, не стесняйтесь. И последние новости говорят о том, что в конце концов все-таки Ютуб уберут. Гугл немножечко обанкрачивается, все потихонечку спадает на нет. А Яндекс потихоньку совершенствуется, Яндекс.Дзен. Хотя, честно говоря, я им не до конца довольна, поэтому сейчас возобновила работу канала Яндекс.Дзен, и будем с вами общаться там и тут. Но, опять же, говорю, на Ютубе про препараты говорить я не хочу. Не хочу. Друзья мои, до новых встреч! Увидимся с вами пренепременно! И еще, друзья мои, совсем забыла вам сказать. Совсем скоро, а это в ближайшем ролике, я озвучу вам название питомника, питомника Саженцы Фроз. Там отличные сорта, плохих не держат, поверьте мне. И еще маленький такой секрет по поводу этого питомника. Совсем скоро, ну, я так думаю, совсем скоро это может быть следующая весна или следующая осень, а поверьте мне, для такого количества новых сортов роз, а их около 300 штук, это довольно-таки недолгое время. Учитывая, как быстро пролетает лето, плюс подготовка к зиме, и зима сама быстро пройдет. Так что, друзья, питомник этот, он не молодой, он уже существует давно. И люди, которые занимаются выращиванием саженцев, они очень хорошо знакомы с культурой роз. Саженцы у них, я ручаюсь, отличного качества. Некоторые розы растут и на моем участке. Но, честно сказать, у меня их немного, потому что я уже успела, так скажем, нахвататься из других питомников, ну, и немножечко даже разочаровалась в этом. Но все еще впереди. Дело в том, что этот питомник я собственными глазами видела и очень хорошо знакома с хозяйкой. Вы, конечно, можете подумать, что я пиарю. Нет, я не пиарю. Я просто хочу, чтобы вам доставались хорошие саженцы и, самое главное, без пересорта. Ну, подробнее мы поговорим об этом с вами в другой раз. И если мне повезет, я вам даже покажу этот питомник. Он небольшой, количество саженцев ограничено, но питомник существует уже довольно-таки давно. саженцев, но... Продолжение следует...